итак всем привет с вами снова лебедев сегодня мы продолжаем тему мониторов данный выпуск можно считать второй частью рынка мониторов 2024 в нем мы рассмотрим все что не успели рассмотреть в прошлой части и помимо этого будет еще кое-что и я это не планировал изначально вообще об этом делать контент но так как мне в руки попала лет 4023 то это тоже будет далее по ходу видео но оледа оледами а сначала надо все-таки поговорить о чем-то более приземленном более народным и так у нас есть несколько интересных full hd квад hd мониторов первый из них он прям вот именно народный он стоит всего лишь семь с половиной тысяч на вальдерес он называется champs gm 24 а и он построен на панелях или на бои ng0 или на htc 4.1 новый точной информации нет но на какой-то из этих двух но блин за 7500 пофигу на чем он на бои на htc он будет в любом случае быстрый у него точно будет full srgb и он 165 герц да на простой ножке пускай но он стоит 7500 и он позволяет нормально полноценно без шлейфов играть в игры в любые вот это действительно народный вариант когда вещь дешевая но она свою функцию выполнять может в отличие кстати от всяких дешманских медленных веек на которых в игры играть невозможно далее продолжая тему недорогих full hd мониторов есть также небезызвестный санг м24 33 пей он уже стоит подороже он 11 12 тысяч но зато он построен на панде lc238 lf4f который имеет более высокий нативный контраст то есть примерно 1400 к одному и несколько более широкий цветовой охват на самом деле на этой матрице еще бывает некоторые мониторы томаса и от лосян вот например msi g24 12 msi g24 22 но как выразился гоша что-то от него воняет ну потому что меню у него какишная но это типично для всех мониторов в масса и у масса и худшие за всю историю вселенной меню из всех мониторов всех вендоров потому что охвата у него меньше чем у других мониторов на этой матрице то есть вероятно и масса используют другую подсветку свою и соответственно к покупке эти варианты не рекомендуется у лося получше в моделях 24 g2 sp и 24 g2 sp u там нормальные охваты там нормальное меню и вот это вот все но они обычно дороже однако в dns эти лоси иногда бывают по скидками можно купить до 13к в такой ситуации учитывая что это будет полноценная гарантия dns окей можно брать когда скидок нет берем санг кстати если вы не знаете кто такой гоша значит вы явно весьма редко бываете на моих стримах и соответственно много теряете гоши это чувак который всегда знает все обо всех мониторов все матрицы все знает вообще и вот эти вот мониторы full hd и многие мониторы которые будут далее по рынку информацию о них нашел именно он информацию о матрицах обзоры разборы его работа он нашел ну и закрывая тему full hd мониторов на сегодня мы с вами еще раз смотрим titan army p25 адвака он построен на матрица оптурекс m250 h n 03.0 это но оптроник с 3 0 full hd 360 герц у него хорошие охваты он быстрый у него нормальный корпус нормальная ножка и он стоит 27к в dns ну и соответственно раз уж он продается в dns на него дают 2 год гарантии аналоги от шильдиков стоят вдвое втрое дороже и при этом они не лучше его ничем многие хуже потому что меню бывает плохое вот допустим вспомнить меню msi так что titan 25 адвака за 27000 это прям но отлично 8 бит у него хороший охват он 360 герц он очень быстрый но это оптроник с 3 0 не может быть не быстрым это понятно под компетив игры под валоранты под ваши любимые под форточки под контр-страйк под все такое вот замечательный моник и на этом тему full hd мы на сегодня постепенно заканчиваем потому что дальше начинается квада это уже интереснее и первым делом я пожалуй упомянуть ансу 24 квад наш любимый этот монитор до сих пор актуален этот монитор до сих пор имеет смысл покупать он до сих пор хорош и кроме того он до сих пор стоит адекватных денег так что он все также остается актуальным его все также берем но на его тему сильно не буду распространяться потому что вы о нем знаете все он у нас был в нескольких прошлых рынках так что тут понятно идем дальше значит из интересного недавно появился монитор под названием gb это 27 pro это квад 165 герц на самом деле 180 который стоит 13 15 тысяч на озоне когда как значит в чем прикол прикол в том что в нем стоит новый xod под номером sg 270 1g 033 панель сама по себе быстро и на нее есть замеры но есть один важный момент матрица по дефолту идет без подсветки поэтому охвата на разных мониторах с этой панели могут быть разные и я бы не рассчитывал на 170 процентов srgb вне треугольника на этом монике ну понятно что здесь все равно будет нормальный охват srgb точно будет но сам факт любом случае панель быстрая это известно нее есть измерения панель не страдает какими-то явными недостатками типа слишком низкого стат контраста или слишком сильно углового эффекта единственное что конкретно вот этот монитор так он дешевый там могут быть всякие браки сраки то что мы не любим но вообще-то браки сраки бывают везде особенно у шильдиков так что здесь уже чисто как повезет понятное дело если денег не так много вот можно обратить внимание на этот вариант далее у нас санк этот же 72 он тоже построен на ксоте sg 271 g 033 но при этом в отличие от прошлого монитора джебина этот есть замеры и у него точно хорошие охваты это известно по измерениям а еще у него хорошая ножка но стоит он несколько дороже и в принципе больше мне особо сказать нечего во всем остальном одинаково будет панели идентичны поставь контрасту поглоу по скорости плюс-минус все то же самое значит про titan army p27 2r и p27 6s я подробно рассказал в прошлом выпуске а в этом выпуске мы рассмотрим другой монитор titan army это 27 6 мр он из себя представляет аптроникс 8.2 то есть та же матрица что в титане a2r но здесь есть мини лет на 384 зоны и здесь бешеные охваты из-за этого самого мини леда ну и соответственно этим все сказано алгоритм работы фалда здесь как в м2 в они как в а6 то есть контенте включаем на рабочем столе фаут выключаем стоит он ну сейчас скидка прошла очень стоит по 30 тысяч но по нашему рынку это в принципе вариант очень хороший в данный момент исходится монитор с хорошей картинкой именно с хорошими охватами и так далее чтобы при этом он был быстрый далее у нас redmi g pro он у нас пока официально не продается купить его можно только на таобао стоит он 2000 юаней на тау но из-за того что доставка за килограмм стоит довольно больших денег из китая вести его просто так пока не очень выгодно так что ждем пока появится тут короче это боя имеет 70 qb nm1 квад 180 герц это совсем новая матрица ее особо пока нигде не было вот кроме g pro есть измерение конкретно на g pro стат контраст порядка 1600 к одному это много для ps вы должны это понимать матрица быстрая матрица не страдает каким-то слишком сильным glow эффектом у монитора фаулт на 1152 зоны производства и на цен то есть как на 27 м2 и как на титане по 27 6 в здесь есть режима работы фалда разных они отличаются друг от друга агрессивностью то есть степенью сатурации к сожалению режима прям как на титане a6s здесь нет то есть все три режима ближе к на цену 32 27 м2 и это означает что в реальном контенте монитор будет очень крут но в дистопе нужно будет фаулт выключать вручную охвата у монитора предсказуемо огромные за 2000 юаней это просто имба это просто имба жалко что у нас пока его не продают когда будет продавать и сцена будет до 35 к это будет очень сильно еще из интересного переходя к 240 герц квадом я хочу упомянуть новый thunder робот конкретно матрицу боя dv245 юбин 30 монитор в которой эту матрицу ставит это lq 25 30 40 или от андер робота в чем прикол панели но это натив 8 бит 240 герц квад 24 5 дюйма с нормальным контрастом очень быстро и с хорошими охватами монитор стоит до 2000 юаней на таобау это своем роде тоже имба и его пока у нас не продают но я думаю что привезут и будет продавать но она на цена будет там под 40 сравнимая с танды роботом 27 здесь 40 и вот здесь знаете я уже прямо еще видео не выложу но я уже чувствую в комментариях запах шильдикодрочества то есть будет в комментариях писать опять реклама китайских там каких-то брендов и так далее где шильдики парни вот когда шильдики выпустят хоть один монитор нормальный который будет заслуживать того чтобы он попал в какой-то из рынков вот тогда будет шильдики g7 neo же появляется в рынках правильно потому что это нормальный монитор дело здесь не в шильдик если кого-то в комментариях будет смущать то что здесь так мало мониторов от известных производителей я могу выразить только свое сожаление и свое сочувствие людям которых смущает то что в этом рынке так мало мониторов от известных производителей я надеюсь что когда-то вот эти вот комментаторы наконец-то по умеют и перестанут покупать всякую сани но только потому что там нарисован какой-то бренд ней вообще мне иногда кажется что авторы подобных комментов верят маркетинговые слайды шильдиков на сайтах у них ну такое впечатление складывается вот чисто исходя из содержания комментариев по-другому тут никак и вот тут кстати вот вспомни оно и всплывет на самсунге значит скидку выкатили на g6 2732 на g7 4к на вот это вот все скидка пожалуйста и на g4 тоже но пока скидки в принципе адекватно то есть даже если брать g7 4k 28 дюймов tiensu стоит 25 ты еще он такой же но здесь гарантия местная и 35 и не надо ждать но в принципе ну 10 тысяч разницы 25 на 35 но окей гарантия стоит денег в принципе поэтому более менее адекватно с учетом что еще ждать не надо а g6 27 квад 240 это вейка но учитывая дефицит квад 240 мониторов сейчас 27 дюймов на нашем рынке за 32 тысячи можно взять но мое отношение скептическое как и ко всем гнутым моникам плюс у него большие проблемы с контролем качества это касается всего самсунга но у этих особенно сильно это заметно еще часто спрашивают про вот этот вот ardor quad который с фалдом ребят а им производители всех мониторов ardor это ктц фалту ктц это калл у меня был ктц м32 p10 был у знакомого ктц 27 т20 который на ps 576 зон фаут и там и там ужасен на м32 p10 он работал по сути так как на pg-32 uqx м плах с прошлого рынка вы еще ставите на экране но это еще более выражено и минимальная яркость очень высокая была 120-130 нет и в этом вот ardor и может быть нечто схожее поэтому лучше взять a6 мр он еще и дешевле будет стоить и там точно все норм это уже проверенная тему уже много кто взял довольные люди значит по поводу а ледов вот это лыжи гардион 105 вот это ardor sirius там и asus там pg-27 qdm и вот это вот все ребята они матовые и там хейс не 25 процентов как обычно на мониках квадах 4k а 35 то есть они еще более матовые это убивает весь прикол а леда в темноте не так и заметно хотя все равно на однотонных заливках будет понятно что он не глянцевый как только немножко появляется какое-то количество света все труба ощущение такое особенно сравнение с глянцев что на монитор кто-то жестко кезнул дал в ритузы как говорится ну всем нормальным людям очевидно что по качеству картинки по восприятию именно матовые мониторы по своим глянцам ни в кое сравнение не идут по воспринимаемой прозрачности и частоте картинки особенно это выражено в отсутствие кристаллического эффекта глянцевые мониторы лучше матовых любых условиях а по воспринимаемому контрасту и колористике при условиях любого внешнего освещения даже слабого я уже предвкушаю всякие скуфские комментарии на тему того что вот типа монитор зеркала фу отражение там дескать ну во первых на матовых мониторах тоже есть отражение только я в принципе считаю что на матовых мониторах это намного хуже потому что отражение рассеивается по поверхности и на монитор как будто на гадили и жопа она глянца ну просто у вас что-то там отражается сфокусированное но это в ситуации если вы не умеете работать со светом в своем личном помещении жилом или рабочим и соответственно приходим простому выводу если человек ну скажем так не очень умный то у него с любым покрытием неважно матовый глянцевый будет картинка херовая а вот если человек нормальный то на матовом мониторе у него картинка все равно будет херовая хоть и не до такой степени как у не очень умного человека но вот на глянцевом мониторе у него будет все замечательно как то так и вот на теме оледов и на теме разницы покрытия хочу постепенно рынок переместить уже в 4к территорию итак у нас есть quantum dot олида это новые 4к 240 есть w олит это 42 lg телевизор c23 и так далее и сейчас у меня на руках есть и то и другое но пока что поехали дальше также помимо телевизоров есть еще мониторы 42 дюйма это ктc 42 и asus 42 тоже но с мониторами там тоже матовое покрытие поэтому они пролетают сразу мимо а вот с телеком интересно ну потому что он глянцевый вообще как мы все знаем w олида они имеют меньший цветовый охват и сравнение с quantum dot олидами но у w олидов есть преимущество свое дело в том что внешнее освещение не влияет на глубину черного цвета на уровне черного на воле де она quantum dot олиде влияет причем влияет настолько сильно что в определенных условиях вот допустим как здесь показано на графике от уважаемых ребят tft central обычный жека мониторы причем даже не глянцевые а матовые просто могут давать воспринимаемый уровень черного ниже то есть чернее чем quantum dot олиды причем это на освещение вот 120 люкс у них 120 люкс это ну так как бы так средняя освещенная комната чтобы вы просто понимали во втором поколении quantum dot олидов этого современного 3 4к 240 стало лучше сравнение с первым поколением как видно тоже здесь на графиках однако того и олид в этом плане все равно заметно выигрывает чем не удалось убедиться лично потому что у меня на руках помимо лыжи 4023 также еще есть 244 как у д-о лет мак 321 upx как я уже в общем то говорил ранее и действительно да при комнатном освещении черной чернее на лыжи однако все таки это не первое поколение куда и ледов как g8 поэтому здесь с этим в принципе как-то можно жить и вот сейчас я расскажу об этих девайсах уже именно как о мониторах потому что до этого я в основном рассказывал о технологиях которые в них используются думаю стоит начать 4023 я им пользовался примерно три недели как основным как main монитором до прибытия ко мне мага 321 upx который куда лет 32 дюйма и думаю что первое что будет все беспокоить это диагональ ну 42 дюйма это действительно много но дистанция посадки решает все то есть вам нужно иметь метр тире 120 сантиметров от глаз до монитора и тогда будет все хорошо я очень легко к этому привык за несколько часов даже наверное за час я даже мог нормально нем играть в доту не обманывайте себя всякими видосами западных блогеров где они на 60 сантиметров столы ставят вот эти вот 42 дюйма телеки и тем более моники дело в том что этих 42 моников ножки обычно тарантула на пол стола и нету возможности поставить их так близко к стене как телевизор c3 потому что у него маленькие компактные ножки и в итоге для достижения комфортной дистанции от глаз до панели нужно еще глубже стол но это борода далее важный момент ввиду того что лыжа 42 подключается с помощью hdmi 2.1 и там нет никакого пережатия сигналу то есть здесь дисплей стрим компрессион альтап из приложений полноэкранном режиме происходит бесшовно то есть без ухода в черный экран на какое-то время как вы привыкли видеть обычно в мониторах это крайне удобная фишка который мне очень не хватает час на 32 маги потому что он подрубается через дисплей порт здесь по стим компрессионам и там он все идет уже как обычный монитор на лыжи 4023 нет такого поведения это крайне удобно вообще в целом 4023 именно как монитор работает лучше чем любые мониторы которые у меня были до этого именно вот из-за этого да и пульт имба тоже там яркость подрегулировать и так далее это очень хорошая вещь да и картинка у него тоже очень хорошая да у него нет таких широких охватов он уступает по волю вам тем же qd оледам или топовым жека и да у него только 120 герц это та причина по которой он еще стоит вторым потому что 240 на qd оледи это конечно же лучше для игр плавнее это чувствуется но зато у него нету эффекта которым я говорил ранее то есть у него не уходит черный в серый с фиолетом оттенком приключений света поэтому как второй монитор и девайс в там фильмы какие-то смотреть но при освещении так далее он отрабатывает просто топово также для сингл проектов очень хорошо то что у него при обновлении дров там на более-менее последний так далее отлично работает фрисинк то есть 117 лог и отлично ни разрывов ничего нету все работает и он полностью глянцевый что является огромным плюсом ну все самые лучшие экраны глянцевые и соответственно замечательный абсолютно девайс как второй монитор это мечта но и он точно не выгорит я это знаю что на каких яркостях я сижу а кстати на тему яркостей до активации об элла если не лезть в сервис на меню и так далее у вас есть примерно 150 нит на 4023 кому-то это может показаться достаточно низким значением но в реальности как правило калибровки делаются все под 100 120 нет дневную и 60 и ниже ночную яркость поэтому этого более чем достаточно и больше не нужно я больше никогда не использую дневная у меня обычно даже ниже сотни потому что у меня жесткий контроль за освещением в комнате поэтому яркости мне на нем супер хватает просто выше крыши а на qd оледи маги 32 дюйма и вообще использую там 15-20 зависимости от времени и суток многие еще постоянно спрашивают на тему шрифтов ну ладно скажу так при равном ppi валит лучше чем куда я лет первого гена по частоте шрифтов а если брать дистанцию посадки до 42 дюйма моника то все вообще хорошо ну на 32 дюйма qd оледи нового гена вот который вот это мы сайтом вообще понятно все отлично потому что помимо того что он 4k 32 дюйма то есть более высокий 5 там еще и сам пиксель меняли если говорить в общем и целом это мониторы не для дураков чтобы и реально вот получать кайфовую картинку с мага 321 юбикс вы должны уметь контролировать освещение своей комнате напоминаю еще раз что кида и оледа не любят когда лишний свет падает на матрицу потому что панели нет полика и кидашный слой отражает этот свет вам прямо в глаза черный становится серым или фиолетовым в зависимости от температуры света который падает на панель но если все организовано по уму это это идеальный монитор вот он идеальный прям и я не знаю даже у него цвета топ то есть по охватом и так далее он очень хорош практически к топовый жека очень близко у него нет кристаллического эффекта потому что он глянцевый тоже хоть с минимальным антибликом но это не вредит кристаллической эффекта у него нет у него гораздо менее выраженный эффект бандинга там на сером фоне что есть у лыжи я об этом не упомянул кстати да то есть у лыжи есть там некоторый эффект грязно-серого там дизеринг серого цвета ну вы можете это все загугли и так далее это малозаметно в реальности но это есть у этого монитора это выражено гораздо меньше у него 240 герц у него меньшая диагональ которая все же более удобно для использования качестве именно монитора яркости он может давать несколько больше по моим ощущениям здесь до абээла где-то 230 240 нет против 150 у лыжи 4023 но мне это не нужно потому что все равно юзаю сотню или ниже как правило именно этой со дневная начиная там вообще маленькой минимальная яркость очень хорошая касаемо мигания я кого-то особого дискомфорта не заметил потому что это все-таки не строп и знаете мне как будто даже больше особо сказать ничего это идеальный монитор и все мне больше ничего от монитора не нужно при том что это и масса и кстати он нормально настроен из коробки можно пойду по сборке понятно делая там сиду есть вопросы например нижний пластиковый бампер топорщится как на тянцу за 7000 но это никак не повлияет на срок службы потому что матрица крепится не к нему в общем и целом несмотря на то что эти мониторы сейчас довольно дороги это прям пушка и топовая тема стоит они 100 плюс это самый минимум как можно привести с китая но за такую картинку за такие скоростные характеристики за такую развертку я считаю что в принципе тут понятно за что вы платите я думаю нет смысла говорить про идеальные углы обзора на оледе кстати на кида и леди не даже несколько лучше чем на воле де на воле де инверсия по белому фону заметнее при смене угла обзора на кида и леди с этим даже получше хотя углы обзора практически идеальные там и там про скоростные характеристики тоже думаю смысла мало говорить это общеизвестный факт что алида крайне быстрый у них практически моментальный респонс единственная моя претензия к магу в данный момент и кстати этим страдают все остальные по крайней мере 240 4к 32 дюйма qd оледа это то что фрисинг работает не идеально в некоторых играх мигает в доте например мигает а в киберпанке допустим нет так что будем ждать новый драйвер nvidia допустим с лыжи 4023 это помогло фрисинг стал работать хорошо в общем я однозначно остаюсь на этом сетапе по крайней мере на какое-то время достаточно долго для меня это пока что ингейм как бы это не было смешно от меня слышать учитывая как я часто меняю что-то но до 42 вольт вторым и 32 240 qd олит 4k мейном это пока что для меня ингейм значит далее то что обещал в первой части и то чего пока еще не касался в этой части это 27 м2b и на цен и 27 6 в титан армии это мониторы на оптроник с 7.0 у которых 1152 зоны фаутом работает также как на 32 м2 в кстати после появления у меня оледа я понял что фаут на 32 м2 в но и на 27 м2 в работает намного лучше чем я думал то что я посчитал инверс блумингом от фау да на самом деле это скорее все что-то связано с ambient окружным в игре это не артефакты работы фау да как я думал вот такая вот прикол да поэтому нет в контенте тут фаут реально очень хорошо реализован мониторы за свои деньги замечательные если вы в dns и видите p27 6 в и вам при этом нужен какой-то вот такой 4k монитор с хорошими охватами с фау дом но который правда нужно будет отрубать на рабочем столе и врубать в контенте и это нельзя вывести на горячую клавишу нигде нельзя сделать так что то есть смысл взять именно в dns и 27 6 в потому что если вы заказываете 27 м2 в на озоне вы его заказываете без гарантии а в dns и он дают два года гарантия экономите вы не сильно много возможно вообще не экономите зависит от конкретного момента когда цену на и на cn 27 м2 в смотреть вот а так монитор замечательный он очень быстрый то есть в чем разница с 32 м2 в вас меньше диагональ и панель имеет более низко нативный стат контраст порядка 1200 к одному и у нее нет нативного 10 бит режима при 120 герца какой есть у панели которые используются 32 м2 в однако матрица быстрее то есть для игр он подходит лучше и он меньше то есть для компетенции в игру на 5 же подходит лучше в целом что 32 м2 в 32 6 в что 27 2 27 6 я горячо рекомендую к покупке я считаю что это замечательные мониторы в своем классе и от шильдиков аналогов особых нет кстати помните я в конце прошлой части говорил про новую моник от лыжи который гр95 юм на 1560 зон да вот она не сделали действительно монитор свой с фолдом все дела до с фолдом задержкой срабатывания в полсекунды то есть для понимания это наверное самая худшая реализация фолда из всего что вообще было возможно хуже чем даже на кота cm 32 по 10 вот знаете вот говорят вот у тебя типа китайские мониторы одни только ну а что я сделаю если не китайские мониторы такое говно ну посмотрите на это ну просто ну что вот я должен советовать это потому что это шильдик что ли или что типа вот берите нормальный монитор или я не понимаю просто вот чему претензии то я советую те мониторы я отмечаю те мониторы которые хорошие и иногда я отмечаю еще особо плохие мониторы которые не стоит покупать ну как например все медленные веи мониторы и вот как например кота cm 32 по 10 с ужасным фолдом и высокой минимальной яркостью или как pg-32 uqx ужасным фолдом за 3000 долларов я отмечаю то что брать не стоит и кроме того за этими мониторами я сидел и за pg-32 x и за кота cm 32 по 10 я знаю чем я говорю и несмотря на то что за этой лыжи я не сидел но измерения говорят сами за себя покупать это не стоит есть еще один монитор о котором я тоже обещал рассказать и до сих пор не рассказал это red magic game на 0 1s на 5 тысяч восемь восемь зон который построен на оптрониксе 7.0 у него реально 5 тысяч восемь восемь зон то есть реально 5 тысяч восемь восемь диодов которые управляются независимо друг от друга и это подсветка управляющая электроника от компании и на цены это очень хорошо на самом деле потому что говорит на работу у него плюс минус как на 27 м2 32 м2 то есть он будет во первых эффективен в контенте во вторых он не будет black крашить но к сожалению он будет также вызывать артефакты в дистопе но что касается качества картинки с точки зрения реализации фалда это пока наилучший наверно монитор из всех что можно купить но он стоит 5500 юаней на таобау и не продается у нас официально и на зоне его тоже не купить то есть это не маленькая цена но в целом за такие технологии которые в этом мониторе 5000 зон и хорошая быстрая оптроник 7.0 панели норма хвата я считаю что это в принципе вменяем но это что касается жк мониторов а ведь есть еще а леды но здесь каждый выбирает сам ух парни ну что ж вроде про все рассказал так что наш рынок постепенно подходит своему логическому завершению огромное всем спасибо за просмотр своим был как всегда лебедев огромное спасибо гоше за всю найденную предоставленную информацию мониторах он очень помог не забываем заглядывать на вечерний стрим и сори что выпустил рынок несколько позже чем обещал но мне попал в руки а лето это сильно затянуло процесс завершения видоса ну прошу понять и простить еще раз всем большое спасибо всем удачи и до скорой встречи давайте ребят